Доброе утро, ребята! Также открылись те долгожданные Эмираты, к сожалению, не по тем ценам, по которым мы привыкли их видеть, но тоже они есть. Точно так же Египет, я не знаю, насколько актуально про него сейчас говорить, но тем не менее люди летают, от туров они не отказываются, долетают хорошо, буквально вчера рейсинг прилетел, все довольны, все нормально, хорошо долетели. Также можно от нас улететь транзитно в такие сказочные страны, как Доминиканская республика, можно улететь на Мальдивы, можно улететь в Мексику. То есть на самом деле выбор просто грандиозный, все зависит от бюджета все-таки человека и от пожеланий. То есть кому что, кому бюджет, кому пожелания, кому все в кучу. Хорошо, а вот российские курорты в зимнее время востребованы или нет? На самом деле, к сожалению, не очень востребованы, хотя я бы посоветовала слетать на Роза Хутор в Сочи, почему нет, очень здорово. Есть друзья, которые летали ранее в Альпы, и потом какой-то раз они решили посетить все-таки наш курорт, и они сравнивают, они говорят, на самом деле очень здорово и ничем не уступает. К сожалению, и ценами не сильно уступают, но тем не менее, почему бы не посетить все-таки и не поддержать наш российский внутренний туризм? Ну да, но все-таки это больше, наверное, будет не пляжный отдых, потому что даже в Сочи идут в это время, наверное, дожди. Но можно позволить себе культурный, да, все равно знакомиться с этим замечательным местом. А вот наиболее доступный, вот вы уже говорили, да, на каждый, ну, по возможностям, но вот наиболее доступный отдых сейчас где? Сложно сказать, на самом деле. Опять же, до ситуации с Египтом как-то советовала больше, возможно, это направление в связи с тем, что система все включена, да, и то есть мы на курсе валюты не теряем на обмене, и мы приезжаем, и вроде как, если хороший отель, то и питание отлично, и развлечения все в стоимость включены. И то есть как бы по затратам получается, что вот здесь мы купили что-то, выбрали, и уже вот и того, это как бы на отдых, в принципе, может быть и достаточно. Вот, сейчас, ну, что можно посоветовать? Ну, можно поехать во Вьетнам, там тоже есть парочка отелей, которые работают по концепции «Все включено», это для любителей, я думаю, как раз вот, может быть, отдыха в Египте, в Турции, тоже очень здорово, может быть, про них мало кто знает, но есть очень хорошие отели, есть и на пляже, там, Фонтьето на Муине, да, где зелена красиво, пляжи хорошие, есть и в городе, то есть кому нужна какая-то ночная жизнь, рестораны, магазины, то есть выбор, в принципе, есть всегда, и сэкономить можно всегда. Поэтому проблемы, я не думаю, что составит выбрать что-то по карману. Да, действительно, и при этом я все больше слышу о том, что люди испытывают положительные эмоции после отдыха во Вьетнаме. А вот еще есть такое популярное сейчас направление, ну, это среди туристов, да, что многие выбирают самостоятельный вид отдыха, не через турфирму. А вот в чем, наверное, можно описать плюсы и минусы отдыха как самостоятельного, так и через турагентство? Наверное, основной плюс, что можно большее количество дней, да, выбрать, потому что все равно через турагентство у нас немножечко ограничено. Хотя сейчас есть и в Таиланд, и во Вьетнам вылет и на 18, и на 19, и на 22 дня, то есть кому нужен месяц. То, что больше с детками так хотят ехать, то, что у деток акклиматизация дней 15 занимает, да, и вот уже как бы последующие дни получается отдых полноценный. Вот, то есть как бы есть и в пакетных турах такое количество дней, но самостоятельные туристы здесь считают, что вот намного дней выгоднее ехать самим. Я согласилась бы, наверное, на все 100% с вами полтора года назад, возможно, два года там и так далее, да, когда все-таки курс валюты нам позволял, когда мы приезжали в Таиланд, у нас было один к одному, да, наши рубли с батами. Там во Вьетнаме такая же, да, ситуация, допустим, примерно была с валютой. А на данный момент, когда мы теряем здесь на переводе, да, потом в итоге у нас там получается колоссальная разница практически в два раза. Получается, что экономия от этого, она, наверное, и стирается. А какой-то экстрим, так скажем, для все-таки самостоятельных путешественников, он добавляется, потому что они должны самостоятельно уже отслеживать рейсы свои, добавлять все переезды, перелеты, возможно, какие-то, также страхования. То есть все они самостоятельно должны курировать и как бы никому обратиться-то по сути не могут. То есть, конечно, есть такие любители, и они считают, что они все знают, все могут, это здорово, и почему бы так не ездить. Но на самом деле, мне кажется, что когда вы собираетесь поехать самостоятельно куда-то, лучше все-таки сравнить. Попробовать сравнить, сколько будет пакетный тур такой стоить, сколько будет самостоятельно, какова эта разница. Если она не настолько существенна, возможно, лучше полететь все-таки как-то вот в комплексе, чтобы как-то, наверное, может быть, себя от чего-то обезопасить. И было немножечко попроще. Татьяна, спасибо вам большое, вы так хорошо об этом рассказали, что хочется прямо взять в руки чемодан и махнуть на море. Продолжение следует...